МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с хорошей новости. Героем одного из наших прошлых сюжетов был котенок, которому живодеры хладнокровно прострелили позвоночник. Лапы отказали, шансов на выздоровление врачи не давали. Но Кроха по кличке Патрон не из таких. На днях он обрел новый дом. Как сейчас себя чувствует рыжий герой, расскажем далее. А на диван залезешь? А на диван сюда залезешь? Скажи, залезу. Этот Кроха – боец и везунчик. В начале октября беззащитный рыжий комок на одном из участков Чкалова нашла наша телезрительница Евгения Чистова. Котенок плакал, практически не двигал задними лапками, но доверия к людям не терял. Евгения рассказывала, Мурлыкал кушал с аппетитом. На помощь маленькому другу пришел зоозащитник Сергей Шахторин. Уже в Перми стало ясно, в котенка стреляли из пневматики. В теле обнаружили 9 пуль. Две застряли в позвоночнике. Сергей Шахторин вместе с пермскими ветеринарами взялись за спасение котенка. Это сейчас он лихо запрыгивает на кровать ради вкусной еды, а недавно даже задние лапы поднять не мог. Больше всех пострадала правая. Пули вытащили и начали лечить. Рыжий друг даже получил символичную кличку «Патрон». На данный момент у нас большие подвижки в плане чувствительности обеих задних лап. Уже в конце прошлой недели он мог опираться и подтягивать свою самую слабую правую лапу. Реабилитация прошла медикаментозно. Использовался дополнительно массаж и плавание. Сейчас «Патрон» ласковый и игривый котик. Бегает по квартире, гоняется за мячиком. И вот уже несколько дней, как Кроха осваивается в новой пушистой семье. Как сказал Сергей, «Патрона» забрала семейная пара с ребенком. У них уже есть два котика и нашего рыжего везунчика они тепло приняли. Елена Силакова, новости Верхнекамье. Перейдем к городским темам. В Березнике привезли новые автобусы. Часть из них отправились курсировать на правый берег. Остальные уже возят детей из отдаленных территорий в школы. Наша съемочная группа сегодня оценила комфорт и систему безопасности нового транспорта. Новые, современные, соответствующие всем требованиям федерального законодательства. Детские автобусы должны быть гарантом спокойствия родителей. Сегодня сомневаться в этом не приходится. Ребят из отдаленных районов Березняков и Усолья в школы возят 12 новеньких пазов. Автобус оборудован системой безопасности. Когда дверь открыта, на автобусе он не тронется. Системой безопасности видеонаблюдение. Новый автобус оборудован пятиточечными ремнями безопасности, которые установлены на сиденье для каждого пассажира. Одна, вторая, третья, четвертая и пятая замок. Как шлейка. Кроме того, каждый детский автобус оснащен системой навигации ГЛОНАСС. А значит скорость движения, длительность остановок и любые отклонения от маршрута отслеживаются в режиме онлайн ежеминутно. За последний год нам удалось практически полностью обновить наш автопарк детских машин. Это мы сделали как за счет средств ввода канала. В чем-то нам помогла наша администрация. А также с помощью комитета по вопросам образования мы вошли во все федеральные и краевые программы по замене штатой техники. Помимо детских автобусов на Березняковские дороги вышли еще две гармошки. Они курсируют по 23 маршруту до микрорайонов Любимов и Усольский. Установлено 8 камер. Одна камера установлена непосредственно в кабине водителя. И одна камера установлена непосредственно на дорогу. Видео с камер сохраняется на жестком диске около месяца. Так что в случае конфликтной ситуации можно прибегнуть к их помощи. В планах у муниципальщиков в ближайшее время закупить еще три новых автобуса за счет городского бюджета. Их тоже пустят до правого берега. Дополнительные машины помогут сделать утреннее расписание более плотным. Произойдет это не раньше декабря. Правда один вопрос сегодня все же остается открытым. Надолго ли это решит проблему местных жителей, если население в Любимове неумолимо растет? Анастасия Лакман, Степан Некрасов, Новости Верхниками. В следующую среду 30 октября государственная инспекция труда Пермского края проведет прием граждан в Березняках. Два часа инспекторы будут консультировать горожан по вопросам трудового права в конференц-зале администрации города. Принимать будут только по предварительной записи. Задать вопросы можно будет не только по трудовому праву, но и по охране труда своего рабочего места. Например, узнать, что делать, если условия работы наносят явный вред здоровью, а работодатель не только не пытается это устранить, но и не платит за вредность. Обратиться к инспекторам смогут и люди предпенсионного возраста, обеспокоенные тем, смогут ли доработать до будущей пенсии. Недавно сайт по поиску работы Headhunter опросил более 150 работодателей и узнал, что в следующем году каждая десятая компания планирует сократить число своих работников. Как предпенсионерам не попасть под волну сокращений и защитить свои права, можно будет узнать на приеме госинспекции труда уже 30 октября. Граждан будут принимать с 11 до 13 часов дня на площади Советская 1 в конференц-зале. Записаться на консультацию можно по телефону 26 24 04. Напоминаем, прием только по предварительной записи. В своих выпусках мы часто рассказываем о городских соревнованиях или играх для молодежи. Одна такая прошла и накануне. Правда, квест, о котором пойдет речь в следующем сюжете, особенный. Ведь организован он в помощь маленькому, но очень сильному мальчику Дементью Зиновьеву. С диагнозом ДЦП он за год успел встать на ноги. Репортаж Елены Силаковой. Помогать нам нужно всем. Детям. Взрослым сын, да? Главное, чтобы добро дешевле. Рядом было. Сочинять стихотворения было одним из заданий. Загадки и ориентирование на местности. Квест был похож на игру «12 записок». Организовала его благотворительная организация «Добро рядом». О группе «Добро рядом» исполнился один год. И мы решили это отметить благотворительным квестом. И собираем денежки на лечение Зиновьева и Дементия. То есть у нас получилось пять команд. «Добро рядом» уже год помогает этому шестилетнему мальчишке. Дементия страдает ДЦП. У мальчика деформированы голеностопные суставы. Танцевать и играть в футбол он, конечно, не может. Но парень делает большие успехи. Буквально еще год назад Зема не мог даже ходить. В данный момент мы реабилитируемся в МЦ «Сакура». В Черябинске там проходим реабилитацию. Это были уже два раза. У нас оттуда положительная динамика. Мы сделали свои первые шаги. И сейчас вот это все надо нам укрепить, чтобы уже самостоятельно Дема пошел своими ногами. А вот так парнишка шагает сейчас. Для сохранения результата ему нужна постоянная реабилитация по три-четыре раза в год. Стоимостью более 140 тысяч рублей. Средства на первые две поездки на лечение удалось собрать благодаря движению «Добро рядом». Благотворительное движение не намерено останавливаться. Идет сбор и на следующие курсы реабилитации. День квеста собрано почти 3550 рублей. Кто-то скажет капли в море. Но близкие Дементья знают – капля камень точит. Крестные родители мальчика Ирина и Денис вместе с участниками пробежали по маршруту. Очень весело. Не замерзли, жарко было? Было супер. У нас был такой прям драйв, чтобы самым первым прийти. А что вообще были за задания? Справились с ними? Ну, они были интересные. Там были и кроссворды, там были и шарады, и загадки были. А после квеста организаторы устроили праздничное чаепитие. Больше всех радовался, пожалуй, сам Дементий. От кусочка праздничного тортика он не отказался. А его крестные родители стали победителями квеста и отдали денежный приз на его лечение. Кристина Придейна, Степан Некрасов. Новости верхниками. Цены на гречку в стране выросли. Половина российских семей не может позволить себе с зарплаты ничего, кроме одежды и еды. Об этом и не только в нашей рубрике «Новости коротко». Заболеваемость ПИДом в Пермском крае снизилась на 10%. За 9 месяцев 2019 года показатель заболеваемости населения Пермского края ВИЧ-инфекцией составил почти 89 случаев на 100 тысяч человек, что на 10% ниже аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает Краевой Минздрав. Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией зафиксировано в 20 муниципалитетах. Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России. По данным ритейлеров, речь идет о подорожании оптовых поставок от 5 до 50%, чего не происходило в последние несколько лет. В результате стоимость продукции в рознице после Нового года может вырасти на 5-10%. Эксперты оценивают повышение цен до 59 рублей за 1 кг гречки. А Росстат тем временем назвал число семей со средствами только на еду и одежду. Доля россиян, доходов которых хватает только на необходимое, в 2019 году увеличилась до 49%. Как стало известно, по сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 0,6%. Новости коротко подготовил Сергей Каленик. А на очереди еще одна статистика, довольно забавная. Согласно данным аналитиков портала «Хайтэч», большинство опрошенных считает самой бесполезной техникой мультиварку. При этом купить робота-пылесоса хотел бы каждый третий, говорится в сообщении портала. Мы узнали у березняковцев, без какой техники они не могут жить, а какая с момента покупки стоит в коробке нетронутой. Без какой бытовой техники вы не можете обойтись? Без стиралки. А как часто использовать? Ну раз в неделю, как минимум. А есть что-то, что прям стоит с момента покупки? Нет, все попробовала, все, что есть в доме. Телевизор. А вот как часто, расскажите. Ну, как приедут домой, так и пользуюсь им. Какой техникой не пользуетесь, как купили? Даже не могу сказать. Не помню такой техники. Телевизор. А как часто пользуетесь им? Каждый день. Компьютер. А как часто им пользуетесь? Постоянно. А для чего он вам? Для работы, для учебы? Какие дела делаете? Отвлечения. Вы что, играете, может быть? Понятно, что видео смотрю всякие, такое кино. Холодильник. А есть какая-то техника, которая вот почти стоит с момента покупки? Микроволновая печь. А почему ее решили купить? Ну, у меня ребенок, вот, и достаточно часто я ему разогреваю. Стиральная машина, наверное. А как часто ей пользуетесь? Ой, часто. Давно покупали? Ну, да, уже стучит даже. А планируете поменять ее? Ну, да, как сломается, конечно, как без нее. Компьютером, стиральной машиной. А, вот, новый телевизор собираемся покупать. Статин в строю, силен в бою. Военный лозунг сегодня подтверждали, как ни странно, школьники и студенты. В автошколе ДСААФ прошел военный квест «День до призывника». Сергей Коленик продолжит. Страевая подготовка, стрельба, метание гранат, сборка-разборка автомата, тесты по военной истории, облачение в костюм химзащиты, подтягивания. А это участники восьмой школы на конкурсе «Пирамид». Александр Овчинников – капитан команды. За плечами парня большой опыт, три участия в «Зорнице». Александр подготовил команду так, что уже с визитки стало ясно. Они главные претенденты на победу. Подтвердили это и на подтягиваниях. В армию, я думаю, надо пойти, чтобы, ну, как минимум, раз, подготовиться на случай, так сказать, на черный день, чтобы были подготовлены люди. И два – это чтобы окрепнуть, чтобы стать более взрослым. Это человек, который слепо верит в слова правительства, а который осмысливает, пытается найти что-то лучшее в своей стране и отстаивает эту точку зрения. Алина Тегерлева из команды будущих врачей. Увлекается военной тематикой с детства. Еще бы, папа военный. С автоматом знакома не понаслышке. Я разобрала, ну, среднюю, не быстро. А почему? Что помешало? Переволновалась, наверное. Прошли уже ориентирование, сборка-разборка автомата. Военная тематика – это все мое, поэтому я тут. День призывника проводится с 1992 года. В нынешнем приняли участие 4 команды из школ, 6 команд техникумов и сборная команда Центра Каскад. Возраст участников от 16 до 18 лет. Даже холодный ветер не остановил их. В армии ведь не спрашивают, а тепло ли тебе. Но военная служба – это не легкая прогулка. Она требует от человека напряжения всех его сил и возможностей. Поэтому каждый из нас должен готовить себя к защите Родины с самого раннего детства. И вот настолько готовы присутствующие здесь и покажут сегодняшние соревнования. Центром для проведения соревнований стала легендарная автошкола ДСААФ. В ней готовят не только обычных водителей, но и допризывников. ДСААФ – это государственная, общественная организация, которая прежде всего готовит военные специальности. На сегодняшний момент Березняковский ДСААФ России является абсолютным победителем. И уже три года подряд получает на уровне Пермского края первое место. Многие из участников военного квеста в дальнейшем придут сюда, в автошколу ДСААФ. Их бесплатно обучат на права категории С и автослесарному делу. Тогда уже в армии будет профессия водитель. А после можно сдать на категорию «Б». Кстати, а команда восьмой школы по итогам соревнований взяла сразу четыре первых места и стала одной из самых подготовленных к службе в армии. Сергей Каленик, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхниками». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.ru или по телефону 26 28 17 или 43 17 11. Авторы лучшего ролика недели получат в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Это были главные новости Верхникамия. Смотрите нас в нашей группе ВКонтакте и на канале Верхникамия ТВ. С вами была Анастасия Лакман. Всего вам доброго. Кудесник сообщает об открытии нового салона дверей и окон по адресу проспект Ленина 59. Уникальные входные и межкомнатные двери от производителей. В наличии и под заказ. Доступные цены. В честь открытия. Приятные скидки. Подарки. Спонсор прогноза погоды автосалон «Лада Березники». Ближе значит лучше. Покупай автомобили «Лада» в Березниках у официального дилера на Ленина 31А. Спонсор прогноза погоды сеть клиник «Медси Медлайф» в Перми. 23 октября в Пермском крае синоптики прогнозируют облачную погоду. В вечерние часы возможен снег. В Александровске плюс 2. В Кизеле столбик термометра будет на отметке плюс 3. В Соликамске плюс 3 градуса. В Березниках в среду температура воздуха ночью 0 градусов. В дневные часы плюс 3. Атмосферное давление 737 мм и тутного столба. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. 23 октября солнечная активность низкая. Геомагнитное поле спокойное. Еще один новый салон «Кудесник». Это качественные входные и межкомнатные двери от производителя. Окна и раздвижные конструкции. Проспект Ленина 59. Дом учителя. Правое крыло. Приходите. Выбор есть. Специально для жителей Верхней Камья. Автосалон «Лада Березняки» предлагает особые условия. Покупка автомобиля «Лада» от 340 тысяч рублей. Выгодный кредит. Скидка по госпрограммам 10%. Без первоначального взноса, без каска. Приезжайте к нам. Город Березняки. Проспект Ленина 31А. Сеть клиник МедСи МедЛайф Перми приглашает на консультации высококвалифицированных врачей. Неврологов, кардиологов, гинекологов, дерматологов. А также эндоскопические исследования 259-02-03.